Высшие государственные награды переданы семьям погибших подводников Пожар на подводном аппарате Минобороны Высшие государственные награды переданы семьям погибших подводников 15-16 РИА Новости, Алексей Даничев, Люди и входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где прошли похороны подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море РИА Новости, Алексей Даничев Люди входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где прошли похороны подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море С.Петербург, 6 июля РИА Новости Семьи погибших в Баренцевом море подводников в соответствии с указом президента РФ были переданы высшие государственные награды, сообщает пресс-служба Минобороны Ранее сообщалось, что погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище под тройной залп почетного караула 4 июля, 9.34 Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате ВМФ Прощание с экипажем научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ России состоялось на Серафимовском кладбище В церемонии отдания последних воинских почестей приняли участие представители руководства Минобороны, главного командования ВМФ, командования войсками ЗВА, в РИА губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также ветераны, сослуживцы и родственники погибших, сообщили в Минобороны В ходе траурной церемонии семьи погибших моряков-подводников в соответствии с указом президента РФ были переданы высшие государственные награды звезды и Героя Российской Федерации и Ордена Мужества, говорится в сообщении 3 июля, 27. Минобороны опубликовало имена погибших подводников По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков Подводники проводили исследования по изучению гидросферы После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задрали люк, чтобы не допустить распространения огня В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к Гаснаградам Среди погибших 7 капитанов 1-го ранга, двое из которых Герои России, 3 капитана 2-го ранга, 2 капитана 3-го ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики Си, погружением на предельные глубины Вчера, 12-15 Путин присвоил звание Героев России четырем погибшим подводникам